Уважаемые коллеги, и предоставляем слово профессору Ильину Николаю Васильевичу Институт рентгенорадиологии и новых хирургических технологий Место и роль лучевой терапии в лечении лимфомы Ходжкина Глубоко уважаемый Алексей Михайлович Борис Владимирович Большое спасибо за великую честь, большую честь пригласить меня на заседание Санкт-Петербургского онкологического общества под председателем и главного гематолога, и главного онколога Северо-Запада Это очень важно Таких конференций не было давно, на самом деле Которые затрагивают интересы всего региона Недавно исполнилось 120 лет со дня открытия иконы рентгенов своих X-лучей знаменитых И лучевая терапия за эти годы прошла в отношении лимфом большой путь Являясь сначала единственным важным методом лечения А сейчас занимается своё место в лечении и лимфом Ходжкина, и ходжкинских лимфом Чётко определённое Так начиналось в Штатах И сейчас радиотерапия является ведущей в мире специальностью И тогда, в Чикаго, в 1901 году, через 5-6 лет после открытия X-лучей Появилась чуба Однократное облучение мальчика И узлы ушли лимфомой Этого никогда не было Потом, в настоящий год, профессор Сен тоже в Чикаго, США Уже многократно облучал Мужчина этого тоже Вот эти методы лечения, которые были до открытия X-лучей Они ничего не помогали Только какие-то невидимые лучи И такой эффект Это было чудо Большой путь прошёл лучевой отрыве в 20-м веке И надо сказать, что большинство больных сейчас Живущих из личных в 20-м веке И живущих, в основном, конечно, использовали лучевую терапию Или комбинированное лечение Этому большую роль сыграла и профессор Вера Петерс Из Торонто в Канаде Которая впервые провела профилактическое облучение регионов Соседних с опухолью И, конечно, профессор Генри Каплан И Сауль Розенберг из Стэнфорда, США, Калифорния Которые создали сеть линейных ускорителей электронов Являющейся основой облучательной техники в настоящее время Которые перевернули возможность стали и дозиметрического планирования И возможности достигнуть до самых глубоких очагов И именно они создали методику крупнопольного облучения Которую подхватила в нашем институте профессора Сембирцева В институте Петрова В нашем институте потом разработали крупнопольное облучение Но это крупнопольное облучение Использовано к нами активно в 80-е и 90-е годы еще Сейчас, конечно, утратило свое значение В связи с развитием химиотерапии, таргентной терапии И сейчас лучевая терапия занимается как одевантное, чаще всего, место Довольно скромное, но надо знать, когда оно необходимо Современная лучевая терапия сильно отличается от того, что было совсем недавно Сейчас существует 4 подхода для лечения меньшими полями По всем рекомендациям Это Envol-Field, Radius-RB, облучение пораженных областей Локорегионарное облучение 10V равно GTV плюс соседние смежные узлы Эта методика была разработана в 2001 году И сейчас вот все эти исследования, которые последние годы представлены в рандомизированных исследованиях В основном упираются на лучевой терапии именно по методике Envol-Field Radius-RB Это в 2008 году появился французскими авторами профессором Геринским Методика Envol-Field Radius-RB Только исходные узлы облучаются, окондрицы, которые были поражены Но тут необходима клиническая оценка должна включать все местоположения узлов С изменением всех пальпируемых пораженных очагов Исходно при диагнозе до химиотерапии И в этом сложность, потому что многие наши больные Гематологами, онкологами на местах Начинают лечение даже без компьютерных томографий Рассудил биопсию, сделали все, пошла химиотерапия А что было потом, уже никогда не узнать Далее, остаточные узлы постехимиотерапии По данным ПЭТ-КТ, это основа GTV постехимиотерапии И чаще мы работаем с этим контингентом больных Это картинка Extended Field, серебро-ширенные поля Involved Field, Region и Involved Note Очерчивание только лимфатических узлов Вот картинка, которая идет к тому, как это шло в течение При предыдущих методах облучения Используются двухмерные планирования Сейчас при последних, вот Involved Note В частности, используются трехмерные планирования Мы используем и недавно, и самая последняя методика Несколько лет мы тоже это используем Я являюсь членом International Informer Direction Oncology Group США Involved Site, Radio Cereby Guidelines Это Involved Site, пораженные места Так это можно сказать по-русски Это очень важно, потому что сейчас много путаниц в терминах Даже среди специалистов Они основаны на ИКРУ, РИПОТ-83, 3D-планирование в 2010 году Involved Site по объему облучения Займает промежуточное положение между Involved Field областью И Involved Note только узлом Потому что есть, если КТ-изображение всех пораженных узлов до химиотерапии Что бывает нередко, не часто И возможность совмещения с КТ-сканами после химиотерапии Тогда используется Involved Note Если этого нет И мы клинически не знаем, что было Знаем по описаниям УЗИ, описания больного Какие-то у кого-то компьютерные томографии исходные есть, у кого-то нет Тогда мы используем Involved Site, который чуть-чуть пошире от конкурид Чуть-чуть пошире, но тоже фактически только пораженные узлы Вот эта картинка из нашего центра Облучение выше и ниже диафрагмов Красивые картинки средостений и подвздошных узлов Это верхние средостения И совершенно отключичные подмышечные узлы Involved Site Radius therapy То есть, как видите, здесь ничего лишнего не облучается Только то, что было О суммарных очаговых дозах Да, они сейчас тоже снижены По всем рекомендациям, все-таки При первичном лечении Нодулярный вариант с инфоциальным преобладанием Их порядка 5% Если только лучевая терапия Там 30-36 грей Как компонент комбинированного лечения После полного ответа, после химиотерапии Ну, 20, американцы дают больше 30 грей Частичные 30-36 грей По данным германской группы Сергей Михайлович об этом упоминал Что в приятных формах лимфомы Шеткин 1-2 стадии Возможно уменьшение дозы до 20 грей При полном ответе на химиотерапию Это мне не общепринято Но похоже, что эта скорость будет уже и стандартным, собственно Нодулярный вариант лимфоциального преобладания Благоприятный прогноз Хорошая работа была сделана профессором Эндрич Эйнджертом Где они сделали индомизированные исследования При первой и второй стадии Только лучевую использовали Только расширенное облучение И только облучение пораженных областей Инволфилд И АБВД Везде была стопроцентная полная ремиссия Очень мало рецидивов Поэтому рекомендуют в таких случаях Проводить только инволфилд облучение Облучение лучевой терапии Только лучевой терапии Это может быть плохо различим Из Лугана Швейцарии Статья по лимфоциального манулеарного варианта Лимфоциального преобладания Здесь, как видите, исследования В основном все включают лучевую терапию Где-то и химиотерапию Где-то и среди того, как ли это ксимап Но лучевая терапия, как правило, при этих вариантах Всегда используется Теперь Да, и вот по рекомендациям ИДЖИ, германской группы ИНССН При первой и второй стадии Только лучевая терапия А при третьей и четвертой схеме Как при классической лимфоме Ходжкина Химия лучевого лечения Теперь классическая лимфома Ходжкина Выше диафрагмы Только химиотерапия Вот работающая Шестого года В Великобритании Шестьдесят один больной Только химиотерапию получал Неплохая выживаемость Искорректированная Но какова чистота рецидива 40% без лучевой терапии И все большинство рецидивов Были надальными Там, где они были И над диафрагмой И находились в исходно пораженных местах И у половины почти больных Исходно пораженный регион Был единственным местом рецидива То есть на этом основании Заключают, что необходима Дивантная лучевая терапия Это еще 10 лет назад Вот германский протокол О котором Сергей Михайлович Напоминал Большой HD10 Где схемы АБВД Двадцать грей Дридцать грей Два цикла Четыре АБВД Тут здесь, конечно, стандарт Два цикла АБВД Плюс двадцать грей И мы этому придерживаемся Мы не можем ранней стадии Оставить без лучевой терапии Сейчас европейский стандарт такой Восьмилетние результаты По этому протоколу Это все без учета ПЭТ Пока еще данные Два цикла АБВД Просто инволд филд Радиус арепия Хорошая общая выживаемость Хорошая безцебетийная выживаемость HD11 протокол немецкий Тоже Сергей Михайлович О нем упоминал Здесь тоже схема АБВД Чередующая 20-30 грей Все инволд филд 30 грей Или биокоп базовый С такими же дозами Оказалось, что четыре цикла АБВД АБВД плюс 30 грей Не хуже И менее токсичная схема И потому принято за стандарт При неблагоприятной группе Первой-второй стадии С факторами риска Вторая Б стадия Она как бы отдельно стоит Мы всегда вот Сергей Михайлович Немцы и Сергей Михайлович Вы их включаете в неблагоприятную То есть благоприятную группу Чаще ее все-таки встречает Не очень благоприятная группа Поэтому здесь По этой схеме Вот американские данные Только что опубликованные Шесть циклов АБВД Плюс инволд филд Традио серепи Очень неплохие результаты лечения Ну конечно случевые Трапия естественно Вот канадское исследование Мейера Оно наиболее длительно Понаблюдается 19-летняя общая Беспрогрессивная Общая бессобытийная Выживаемость Здесь неоднозначные Результаты получились Оно исследование закрыто В 2002 году 405 больных В первой-второй стадии Только АБВД АБВД Плюс лучевая терапия И посмотрите Общая выживаемость Выше при только химии терапии За счет чего Поздних осложнений меньше Вторых опухолей Больше с лучевой терапией Кардиоскулярных осложнений Больше с лучевой терапией Это неудивительно Это была Involved field Radios therapy Это старая методика На которой 13 лет Выроснована Зато беспрогрессивная Живаемость выше При сочетании с лучевой терапией Ну без событий Одинаковая То есть вывод Контроль конечно Над болезнью лучше При комбинированном Здесь лечении Вот Но Видимо надо выбирать Каких нужно оставлять Без лучевой А каких с лучевой Потому что Получается много Вторых поздних осложнений Ну Пэт Наши все Без него Как мы без него Обходились раньше Я не представляю Жили как-то Лечили Количественная оценка Подъявила Используется Вам она известна Ско Первый Второй Это считается Отрицательный результат Третий Промежуточно Некоторые Сочи Тоже считаются Отрицательным Но несомненно Положительные 4 и 5 градации Х Это Новые области Которые Вряд ли связаны С лимфомой Можно ли мы Не использовать Тоже эти вопросы Дискуссия У Лугана Была большая Сергей Михайлович Об этом говорил Можем ли мы Не использовать Лучевой тропии При ПЭТ Отрицательных После АБВД Это все Первая и вторая стадия Мы сейчас говорим Рапид Трайл В Великобритании Опубликован Только что недавно У них протокол Без крупного Средостения С крупным Средостением Там вопросов нет Лучевая терапия Нужна Это 600 больных Без крупного Средостения Три цикла АБВД И потом ПЭТ плюс Если идет Один цикл АБВД плюс Инволфилтр А если ПЭТ минус Наблюдение Или Лучевая терапия Оказалось Что Трехлетняя Беспрогрессивная Выживаемость С лучевой 95 Без нее 91 Достоверенные Результаты Наблюдение Конечно продолжается Вот Считают Что Только клинические Следы Не должны Пока идти Без лучевой терапии Вот И что Пока опасность Недолечивания Боли С помощью ПЭТ существует Кроме того Надо учитывать Что ПЭТ Как и у нас Иммунодогистая химия Нужно иметь Референсные центры Нужно иметь Несколько Хороших лабораторий Несколько А тут Много хороших ПЭТ-центров Нельзя на одном Центре На одном Исследовании Судьбу больного Собственно решать Это очень опасно У них Это все есть И то Они аккуратно Это интерпретируют Другая работа С таким же вопросом Можем ли Или не можем ERDC Протокол H10 Ремейк Недавно Опубликован Работа У них Благоприятные Неблагоприятные Группы Ранних стадий Первый Второй Видите Есть группы Которые Без лучевой терапии Но видите Уже Involved Везде Involved Noted Уже пошла Новая методика Облучения Только пораженного Узла 30-36 Грей Оказалось Что без лучевой терапии Исследование прекращено Из-за высокой Частоты рецидивов Исключение Лучевой Больных Первой стадии С ПЭТ-отрицательным После химиотерапии Связано С увеличением Риска Раннего рецидива И они Закрыли Эту ветку Это Анализ Больных Германской Группы По протоколам HD13 За 14 С Поддиафрагмальным Поражением Мы об этом Мало Говорим Но поддиафрагмальное Поражение Мы это В общем-то Знали Но тут Доказано Что поддиафрагмальное Поражение Хуже 5-летней выживаемости Беспрогрессирования И общей выживаемости И вот При только поддиафрагмальном Поражении Показана роль Тоже лучевой терапии Их немного 5-10% больных Это исследование Тоже докубликованное Французской Росси 15-го года 107 больных 6 тыклов АБВД Плюс лучевая терапия Или только АБВД Оказалось Что С лучевой терапией И 5-летней Беспрогрессивной 81 А без нее 65 Общая 90 А без нее 79 И оказал Результаты Значительно лучше 5-летние И оказалось Что радиотерапия Независимым Фактором Прогноза И исключение И связано С худшим Прогнозом То есть Должен применяться Комбинированный Метод Рецидивы При 1-й и 2-й стадии Здесь показано Что вообще При комбинированном Лечении Их немного Порядка 10% Вот По немецким данным Из этих же Протоколов Неприятные факторы Неблагоприятных Рецидивов Это и крупные Чаги И промежуточная Группа риска И доза Меньше 30 Так что Надо учитывать Что неблагоприятные Группы Не должны получать Меньшую дозу Таким образом Лучевая терапия Как компонент Комбинированного Лечения Обязательно Должна проводиться Всем больным 1-й и 2-й стадии Без учета ПЭТ В объемах Involve Noted Или Involve Side Если поменьше Данных Или Involve Field Для некоторых Групп больных Если больному 50, 60, 70 лет Ну что мы будем ждать Позднего рака Или там Через 10-20 лет Серьезных Нет конечно Тут можно использовать Известную методику Спокойно Которая в России Собственно развита Я как преподаватель Университета Местникова Тоже Как Алексей Михайлович Знаю Сколько врачей Используют Эту методику Однако Конечно Исследование Потом покажет Что с помощью Референсных ПЭТ-центров Конечно будут Выявляться больные Которые достаточно Только химиотерапии Нам Традиотерапевтам Это только лучше Меньше работы будет Конечно Будет кажется Волшебная таблетка И новые схемы Новые препараты Пока Мы не можем Это рекомендовать Широкую практику Теперь Третья четвертая Стадия Без учета ПЭТ Много исследований Зарубежных И наши Отмечу Елена Андреевна Девовна О преимуществе Химии лучевого лечения По сравнению С только химией Терапии Ее докторская Диссертация Тут выше Без аппетинной Выживаемость Десять лет назад Была А только что Защищенная В институте Оркологии Где Мне довелось Быть оппонентом Ларисы Валентиновны Филатовой Тоже Проведение Химии лучевой терапии Улучшает Непосредственно Отдаленный Результат Лечения По всем Безосредственной И общей Выживаемости Это без учета ПЭТ В общем Она необходима При регионизованных Стадиях Однако В последние годы Идет Конечно Постепенное Уменьшение Ее объема Несомненно Ну вот Например По докладу Елена Андреевна Вот по протоколу ИОКОП-14 Который о них Забатывает С лучевой и без Они облучают Так же как и немцы Лучевую терапию На остаточной массе Без учета ПЭТ Больше двух с половиной Сантиметров Всего получили Около 70% больных Хорошие результаты Татьяна Николаевна Моисеева Из гемцентра Тоже Гематологического В Москве БИОКОП-14 Плюс-минус Лучевая терапия 30 грейна Остаточной Больше двух сантиметров Всего лучевые 64% Конечно Не 100 Уже меньше Видите Рецидивы Немного У кого У 3 и 7% Но большинство Хороший полный ответ Хорошие результаты Немецкий протокол HD9 Который закончился Большой Где указано Что эскалированный БИОКОП Лучше базового Получали лучевой Терапии 70% Больных Однако Уже В следующем HD15 Протоколе 400 центров Больше 2000 больных Облучали ПЭТ Положительные Толик очаги Остаточные Больше 2,5 сантиметра ПЭТ Отрицательно Не облучали Уже Этих больных С хорошими Результатами Лечения И токсических Малосемесей Вторичных Лейкозов Уже Только 11% Больных Три Четвертой Стадии Получали Получали Лучевую Терапию И Эта Тенденция Конечно Четко Совершенно Уменьшение Количества Этих Больных Только Надо Знать Кому Давать Кому Не Давать Эту Лучевую Терапию Вот Эволюция Количества Больных По Протоколам Которым Я указал Процент Больных Получавших Лучевой Терапии Большие Реномизированные Исследования Последние Годы Рецидивы Претер Четвертой Стадии Анализ Рецидивов Показал Что Лучевая Терапия Конечно Имеет Большое Значение Необходимо Больных Предположительных После Химии Терапии Однако Рецидивы Встречается С 28 Рецидивов 12 В поле Облучения Возникли 8 Вне Поле Облучения 8 В поле И вне Облучения То есть Тоже Не Панацея Конечно Но Она Уменьшает Четвертый Рецидив Несомненно Поэтому В рекомендациях Вот 14 Года И Которые Сейчас Готовится Сколько Я Участвую В этих Рекомендациях Обсуждения И Сергей Михайлович Тоже Снова Скоро Собираться Будем Пока Пишется Что Кстати Три Четвертой Стадии Что Рекомендуется Провед Лучевой Терапии На Остаточные После ПХТ Очаги Крупные Экстроназальные До 30 36 Все Что Было Написано В 14 Году По Моему Такие Придолжения Леонид Оставляет Или С Пет Положительным Током Это Мы Говорили Локальная Лучевая Терапия Локальная Комфортная Но Есть Еще Системная Лучевая Терапия Это Вид Общего Системного Противов Воздействия С Использу Методик Лучающих Ионизирующих Облучения Тотальная Здесь Используется Что Фотонное Тотальное Облучение Тела Высокодозный Вариант В качестве Кондиционирующего Режима При Ауто Ауто Трансплантации Это Давно Известно Результаты Известны И Сейчас Они Тоже Продолжаются Использоваться Но Из Новых Фотонное Тотальное Облучение Тела Среднедозный Вариант Два Кре Однократные Мы У нас Есть Небольшой Опыт С Борисом Владимирович Как Элемент Кондиционирующего Режима При Ауто Трансплантации Лимфомы Хочкина Это Тоже Толучевая Терапия В лечении Этих Больных Новый Вид Излучения Протонная Терапия Конечно Имеет С Энергией 70-230 МФ Имеет Большое Преимущество В плане Поздних Осложнений И четкости Дозы Видите Пик Брега Прямо От Небольшого По Размеру Объема Именно Там Средостение Уже Есть Протонные Центры В мире В Америке В других Странах Европы В Европе Которые Используют Не очень Активно Но такие Как Средостение Орбита Например Может быть Перспектива В плане Снижения Поздних Лучевых Осложнений Самое Главное Из Редукции Объема Нормальной Тканей Подвергающейся Облучению Это Наше Будущее Скоро Протонные Центры В Петербурге Будет Как мы Знаем В 2017 Году Итак Вот Дозиметрические Кривые При облучении 2D Лучевая 3D AMRT И Протонные Конечно Даже Здесь AMRT Имеет Недостаток Это Маленький Доз Распространяется По Большим Объем Легких Протонной Терапии Этого Достатка Не имеет Есть Преимущества И в этом Поэтому Поэтому В принципе Заключаю Скажу Что Конечно Лучевая Терапия В лечении Фомы Хошки Важным Моментом Конечно Она Становится Более Технологичной Важной Надо Знать Когда Что При Родних Стадиях Она Должна Включаться Пока Очень Часто При Поздних Все Меньше И Меньше Но Экстрадальные Очаги Должны Обучаться Будет Положительные Очаги Несомненно Спасибо За Внимание Николай Васильевич Спасибо За доклад Можно Я Из интернета Задам Вопросы Но Они Прозвучали Может быть В начале Вашего Доклада Где-то Я Зачитаю Как Вы Смотрите На то Чтобы Лучевую Терапию Сочетать С иммунотерапией С иммунотерапией Что имеется Ввиду Они имеют Бретоксимап Идотин Нет Да Больше Какую Думаю Это исследование Исследование Всегда Нужно Сочетать Нужно Делать Протоколы Которые Которые Таких Работ По-моему Еще нет Спасибо И второй Вопрос Ваше Мнение Об облучении На место Локализованного Очага Лимфомы После Полной Ремиссии После Полихимиотерапии При лимфоме Хочкина Да Но Я Об этом Сказал Что Если Нет ПЭТ При ранних Стадиях Пока Мы Независимо От Лизаторов ПЭТ Должны Облучать Первичные Очаги Все При Поздних Стадиях Только Ориентируйтесь На ПЭТ А Если Нет ПЭТ Тогда Остаточные Очаги Мы Тоже Должны Облучать И Экстронодальные Спасибо Спасибо Коллеги У кого Вопрос Николай Да А что В Санкт-Петербурге В 17 Году В МИПСе Международные Институты Биологических Систем В частном Центре В Дебунах У нас Не у нас В Дебунах Не в Песочной Значит Будет Уже Портонный Бучок Вот Такой Именно Пик Брега Намечается Алексей Михайлович Знает Он Сам Центр Строится На Планерной Здесь В городе МИПС находится В Песочном Рядом Дебунах А протонный Центр Планируется 17-й год И уже Завозится Оборудование И в общем-то Все идет Вроде бы По плану Это будет Первый В России Крупный У нас Есть Протонные Центры На учрежденных Институтах Но они Такие Все-таки Это должно Быть В медицинском Центре И так И будет Отдельный Протонный Центр Ну А они Так Везде Вообще Как правило Создаются Отдельным Комплексом Везде Вы знаете Например В Америке Они многие Не загружены К сожалению Потому что Это все Очень красиво Но на самом деле Показаний Не так уж и много Это все изучается В Сиэтле Там Центр Стоит Пустой Ну как бы У нас Было Не осталось Что они загружены Думаю Что у нас Мы загрузим Этот центр Даже Римфом Я уж не говорю Про другие локализации Спасибо Вопросы Коллеги Если вопросов нет Спасибо Спасибо Большое За интересный доклад Присаживайтесь Пожалуйста Спасибо 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 Спасибо